Всем моим зрителям огромный привет, с вами я, Юлия Крейзина Элс, у нас новые ноготочки, новая модель, и здесь видно, что у нас немного неправильно была опилена форма, то есть боковая параллель идет волной, в общем, конечно, такого допускать нельзя, но когда ты делаешь сам себе, тем более на правой руке, то это еще не самое страшное, что может случиться, ведь правда, потому что когда сам себе делаешь на правой руке, там и пропилы, и чего только нет, и затеки, и куча базы, и так далее, поэтому это нормально. Мы здесь убрали длину наполовинку, дальше апельсиновой палочкой я отодвигаю кутикулу, поднимаю кармашек и вычищаю птериги фрезой пламя. Здесь такая особенность, что птериги, оно уж очень много в кармане, вот хотя с виду, может быть, кажется вам и нет, но когда я вычищаю фрезой пламя, его постоянно вылетает оттуда очень много из кармана. Из-за чего это может быть? Либо это генетика, либо, ну это, конечно, редкий случай, либо это когда прочищаете глубоко, а, соответственно, покрываете не на ту глубину, докуда дочистили, и кожа начинает регенерировать то, что ее убрали в большем объеме, соответственно, вот и появляются у нас только птериги. Поэтому лучше чистить не глубоко, покрывать дотуда, докуда дочистили, и всегда будет намного лучше носиться маникюр. Здесь мы делаем комби-маникюр, в принципе, можно было даже сделать аппаратку, кутикула несложная для этой техники, но, в общем-то, я почему-то на новых ручках делаю сначала комби, знакомлюсь, а потом уже в следующие разы могу сделать и аппаратку. Ручки здесь сухие, поэтому после этого я полировала алмазной фрезой. Как я полировала, я уже показывала в одном из предыдущих видео, поэтому можете посмотреть, ничего нового там не появилось. А еще сегодня я вас познакомлю с новым брендом, это бренд Sunel, но о нем мы поговорим чуть-чуть попозже. Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз я решила сделать все белые ногти, поэтому покрываем все 10 пальцев белым гель-лаком. Белый гель-лак самый сложный, под него нужно сделать идеальное выравнивание, его нужно нанести идеально, иначе все косяки просто будут как на ладони, тем более для вашего клиента. Дальше на белый цвет я наношу цвет. С мелким-мелким шиммером я покупала его на Интершарме в Москве и уже ждала какую-нибудь жертву, на которой я могу протестировать этот цвет, потому что, блин, он так круто переливается, я бы себе сделала его на всех 10 пальцах. Ну уж очень он красиво смотрится. Но эти блестки я наношу не на все пальчики, а на некоторые. На других у нас будет стемпинг от Sunel. Мне на обзор прислали огромную просто кучу лаков для стемпинга, огромную кучу пластин, но, кстати, лаков было намного больше, и у них еще такая крутая цветовая палитра. То есть, если взять, к примеру, серый цвет, там есть светло-серый, темно-серый, мокрый-серый, в общем, просто столько оттенков разных, я в шоке. Я в видео здесь вам покажу вкратце, какие мне цвета прислали. Здесь и металлики есть, и обычные. Еще мне очень сильно подкупил тюбик, что он матовый, и на нем голографическое переливающееся название этого бренда. В общем, смотрится очень лаконично, стильно. Также мне Sunel прислали несколько штампов. Я сейчас покажу не все, чуть позже покажу остальные. Этот первый штамп черный, на одной части маленькая подушечка, на другой большая, он непрозрачный. Подушечки, кстати, очень твердые, я этому удивилась. Обычно они мягче. И есть два шкрабера, такими шкраберами я не пользуюсь, мне с ними неудобно, я люблю. Дальше следующий штамп, он был в коробке. Там в коробке был шкрабер, я его просто достала первым делом, потому что он, блин, горел больше всех в этой коробке, и поэтому я сразу, как сорока, потянулась за ним. Он двухсторонний, одна сторона силиконовая, молочная. Вы знаете, что эта сторона предназначена для того, чтобы уменьшать размеры стемпинга. Другая часть прозрачная, и на ней блесточки. Но сразу скажу по опыту, что если у вас какой-нибудь цвет пастельный лака, либо там серебряный светлый, то блесточки немножечко портят видимость, то есть иногда не совсем видно. Дальше идут пластины, они у них подразделены по тематикам разным. Мне еще понравилась упаковка, что это такая крафтовая бумага коричневая. Много интересных пластин, особенно где имитация волн. Много интересных вариантов можно придумать. Хорошая гравировка, конечно же, есть защитная пленка, как и у всех. На другой стороне упаковки инструкция есть, как пользоваться стемпингом. И сейчас я это продемонстрирую на своей модели. Кстати, ссылку на продукцию Sunnail я обязательно оставлю в описании под видео. Попробуйте очень интересный бренд. Дальше я просто держу в руках пластину, даже считайте я работу, не считайте, а я работаю на весу. И на весу начинаю переносить на пластину цвет. Шкрабером убираю излишки, перекатывающими движениями перевожу на штамп. Хоть у нас на пластине были полосы, на штампе их нет. И при помощи шкрабера убираю то, что мне не нужно будет на ногте. Вот, мне нужна одна веточка, все-таки я не хочу весь рисунок видеть на ногте. Перевожу ее на ногтевую пластину и дублирую это же движение еще раз. Опять убираю излишки быстренько. Видите, краска быстро не засыхает, все замечательно переводится. Даже если вы немножечко медлите, ничего страшного, она сразу не подсыхает. И переношу на другой ноготок. Кстати, веточки похожи на веточки оливкового дерева. В общем, дальше что я взяла? Взяла этот же гель-лак с блестками, которые я наносила на остальные предыдущие пальчики. И разукрасила этими блестками внутренние части листиков. Дальше я все перекрыла глянцевым топом. И это еще не все. После я взяла каучуковую базу, которая делала выравнивание. И уже поверх нашего топа наносила капельки для придания объема композиции. За счет этого получается как будто линза на ногти. И от этого блестки еще круче блестят. В общем, конечно, я не знаю, передается это на видео. Вживу этот блеск невероятный. Очень красиво мы пытались его снять. Я надеюсь, вам это будет как-то видно в этом видео. В общем, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой дизайн. Как идея со стемпингом. Мне будет очень интересно. Ставьте этому видео палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ну, а я вам всем говорю до скорых встреч. Творческих успехов. И пока-пока.